В этом выступлении экспромтом сказанное, для начала я хотел бы поздороваться и извиниться, что не поздороваться с теми уважаемыми людьми, с которыми мы, по-моему, даже жили в Митино. Когда мы шли от метро, кто-то со мной поздоровался, а я говорил по телефону, где вы, если вы меня слышите, здравствуйте, дорогие. Дело все в том, что нас сейчас оторвали от большой работы, это хорошо, что оторвали, мы счастливы быть здесь. 24-го числа этого месяца будет День независимости Украины, и мы очень готовимся к этому дню. Мы, наконец-то, исполнили эту песню на украинском языке. Сейчас все силы на то, чтобы закончить видеоклип. Мы постоянно не вылезаем из телефона, мы не вылезаем из студии. Завтра мы летим в Европу, в Эстонию, для того, чтобы в День независимости Украины сыграть концерт там. И от этих дел нас могло отвлечь только то, что привело нас сегодня с вами сюда, сегодня. Сегодня третья годовщина отравления бесконечно уважаемого мной и нашей семьей Алексея Навального. Три года назад я написал, ровно три года назад я написал песню «Я не буду материться здесь, на городской площади». Она очень созвучна слову «задолбали». Многие из вас, может быть, ее знают, если не знают, просто интересно. Спасибо. В контексте нынешнего дня послушайте ее, пожалуйста. В день, когда я ее придумал, а музыку и текст я написал за несколько часов, Алексей не был отравлен. Но тогда мы уже были под впечатлением кровавых событий в Беларуси, и именно поэтому там есть слова «Горит на площади языческий костер, мы в нем своих сжигаем братьев и сестер». Это было еще на тот момент не про украинцев и не про Навального. Когда я продолжал работу над песней, ко мне в студию, к нам в студию, у меня студия рядом, и зашла Таня, моя жена, говорит, Навального отравили. Что с нами творилось потом достаточно долго рассказывать, наверное, то же самое, что и с вами со всеми. И буквально через несколько дней мы снимали на эту песню, которая называется «Почти задолбали» видеоклип. И когда мы этот видеоклип снимали, Навальный был уже отравлен. Именно тогда мы получили доказательство того, что наше государство российское, наше первое государство, в котором мы либо платим налоги, либо многие из нас, включая меня, например, платили до какого-то времени налоги, оно занималось тем, что травило людей свободомыслящих. Писатели Быкова, Крамурзу, Навального, не только их, много-много других людей. Может быть, не так много, как им бы хотелось. Сейчас речь не об этом. Это государство, для которого является нормальным отравление политика, блогера, как они его называют. Но в данном случае, в случае с Навальным, это отравление политика. Я хочу им всем сказать. Я нахожусь здесь, на городской площади, а я где-то здесь паспорт получал. Поэтому вторая причина не материться. Задолбали. Задолбали. Что еще сказать? Наверное, то, что странно, но слова этой песни о том, что мы на языческом костре сжигаем своих братьев и сестер, обрели такой смысл полтора года спустя. После отравления Навального, полтора года назад, началась эта кровавая война, и мы сейчас, ну не мы с вами, слава богу, наша первая страна, Россия, истребляет тех, кто раньше, или, по крайней мере, кого раньше мы имели смелостью называть своим братским народом. Теперь тот народ, который либо никогда, либо еще долго не захочет называть Россию братским народом. Все это очень плохо. Мы продолжаем делать свое дело. Мы продолжаем говорить то, что мы можем. Я ненавижу то, что происходит. Мы, семья Покровских, мы группу ногу свело, говорим о том, что мы ненавидим эту страшную кровавую войну. Мы говорим «Слава Украине!» Мы говорим «Живе Беларусь!» Мы говорим «Россия будет свободной!» Мы говорим «Свободу Алексею Навальному!» Свободу Алексею Навальному! Мы говорим «Свободу политзаключенным!» Свободу политзаключенным! Дальше я буду только тратить ваше время. Спасибо, до свидания. Спасибо.